Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через вас еще будет подана жалоба в индустриальный районный суд. Она у нас уже готова. Сейчас мы внесем номер постановления и вам ее передадим. Вы меня услышали? Да, да. Хорошо. Давайте такое постановление. Мы сейчас расписываемся, вы нам выдадите ее? Да, да, да. Прямо сейчас? Да. А мы как раз запомним пока. Да, да. Получили, да? Да. 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 Ручку вас сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ставлен институт протокол на нарушение пункта правил 2.3.1 правил дорожного движения управляли транспортным средством на передних боковых стеклах, из которого нанесено покрытие темного цвета. Светопропускаемость несоответствует требований технических таможенных регламентов безопасности колюсных ТС, также нарушили пункт 11 на их положение, пункт 73, перечень неисправности по ДДР Российской Федерации. Замеры произвели с прибором Свет 262.08, произвели три замера, поверка действительна до 29.06.2023, светопропускаемость составила 12%. Ответственность, которая предусмотрена частью 3.1 ст. 19.5 Кодекса обвестимых правом решения. Так, права то, что до вас доводило расписываться. Будете? Напишите, не ознакомлен. Сотрудник полиции, вы доводили права после вставления постановления. Сейчас отместивная процедура вставления протокола в обместивном правонарушении. Права вы не доводили. Лицо и указываю, что с права и обязанностями он не ознакомлен. Будете распишись. Сейчас сотрудник полиции, мы распишемся. Примите, пожалуйста, жалобу на постановление. Жалобу мне будете давать? Конечно, через вас. Согласно 30 главы. Что? Согласно 30 главы КОАП, имеем право через должностное лицо подать жалобу. Вы вызываете? В Троне полиции написано, вы это в суд передайте. Дальше суд уже будет решение принимать. Ваше обязанности не три дня направить материал отдела. Хорошо. Вы приняли жалобу? Принял. Отлично. Вы видеозапись ведете? Да. А почему не предупреждаете? Что? Почему не предупреждаете? Вы же ведете. А я сотрудник полиции? Я имею право вести видеозапись. Вы обязаны предупредить сотрудник полиции о том, что вы проводите видеозапись. Здесь можете дописать? Что? Жалобу дальше. О чем? Не знаю, то, что я не предупредил, я не знаю. Это жалоба на постановление. Причем если не предупредили, не предупредили. Я прошу, почему нарушаете администивный регламент? Так, здесь расписываться будете? Да. Нарушение рассмотрено на месте. Объяснение давать будете? Подъявление нарушал. Замер не проводился. Держите ручку. Замер не проводился. И сейчас на вас жалобу, пожалуйста, примите. Сейчас мы закончим с водителем, отпустим его, и я на вас жалобу дам за нарушение административного регламента. То, что вы не предупредили нас, как вы услышали? Может, просто вы справитесь и предупредите нас об этом? Или уже поздно? В отношении вас вынесены требования на устранение завтрашнего дня с этого времени. Соответственно, управлять данным транспортным средством с пленочным покрением вам будет запрещено в течение двух месяцев. Да что ты, черт побери. Сколько, два месяца? Нужно устранить, да? Устранить в течение суток. Суток? А как же вы не вступили в законную силу постановления? Как вы имеете право сейчас требовать в течение суток? У человека подана жалоба через вас. Оно не вступило в законную силу, согласно КОАП. Не обжалуем, я их не спорю. Так мы и обжалуем. А как вы можете в сутки требовать для устранения пленочного покрытия? Сторонник полиции. Сутки? Конечно. А как сутки-то, если жалоба подана? Не вступило в законную силу ваше постановление еще десять дней? Десять дней на обжаловании. Конечно. Это превышение должных полномочий, сотрудник полиции. Сейчас подойду. Вы подумайте. Копию-то выдайте, мы как бы расписали. Сотрудник полиции, конечно, копию за человек расписался. Куда пошли-то вы? Выдайте копию, пожалуйста, постановления. Ой, протокола. Что там изменять? Все уже. Выдайте копию протокола. Лицо за него расписалось. И ваше требование незаконно. На вас же будет жалоба подана. Очередная. Требования вынесут в течение десяти дней. Какое десяти дней? Вы только шагаете сутки. Пишите, ознакомьтесь с требованием. Пусть озвучит сам. Пусть озвучит требование свое. Он уже написал. Подписывать будете то, что озвучит? Озвучит требование, сотрудник полиции. Озвучит требование, да? Ну, конечно. Вы же написали там что-то. Озвучите. Требования от гражданина, в отношении которого ставили материалы, по части 3.11 ст. 12.5, кодекс. Объяснимо право нарушения. Сотрудник полиции, в рамках вот этого требования, вопрос. Сейчас мы подали через вас жалобу в индустриальный районный суд. Все, я вам вынес 10 дней. На 11 день? Что грозит водителю? Если, соответственно, вы будете обжаловать, ничего не будет. Ничего не будет? Да. А, ну мы уже обжалуем. Как вы тогда выносите 10 дней-то? Вы же не обжалуетесь еще. Сотрудник полиции, мы вам подали в рамках 10 главы жалобу на постановление. Мы уже обжалуем. Как вы выносите 10 дней-то? Вы сами себе противоречите. Посмотрим. Так что смотрим-то? Подождите еще раз. Подписываться будете? Сотрудник полиции, почему не общаетесь-то? Я же с вами, в рамках материала с вами общаюсь. На ком основании? Я с вами общаюсь. На ком основании вынесли 10 дней? Напишите тогда с момента вступления в законную силу. Законную силу, да? Будьте так любезны в требовании, напишите. Всё, я написал. Что написали? Что не стали подписывать? Почему не стали? Мы подписываем, а почему? Стройник полиции. Мы готовы подписать его? Всё, я жду вас. Стройник полиции. Жалобу написали? Жалобу, первое, сейчас вы будете писать. Жалобу, конечно, до вас. Почему это? Я сам себе был в жалобу. Стричный приказ вас обязан принять жалобу от гражданина. Ну, сейчас вы будете писать. В рамках материала лицо вам заявило жалобу в индустриальный районный суд. Она же у вас находится, да? Вы её приняли? Да. Вы поставите на ней свою резолюцию, чтобы вы её приняли, и вас фотографируют. Рейдовые мероприятия. А? Рейдовые мероприятия. Сегодня? А что у вас сейчас? Не знаю. Не скажете нам? Ха-ха-ха-ха. Рейдовые мероприятия к коллегам. А что вы все, красавцы? А что, вы ждете еще? А? Вас еще ждать? Ну, конечно, сейчас к вам приседу, жалобу вам подам. Что, все туда? Вот. Да, все хорошо. Стоять будет? Нет, вы напишите. Пока. А что, не? Да. Да, вы плютите. А где? Да. Не знаю. Нет. А где? Нет. Вы на меня будете писать жалобу? Я на вас жалобу подаю, вы ее принимаете, вы ее принимаете, вы ее пришли к душному лицу, они ее рассматривают, все просто же. Чего? Чего? Чего в первый раз? В числе из бумаги у вас же есть? Жалоба, ДПС. Я вас выслушал, я передам в отдел полиции. Так вы запишите, так вы запишите, я запишу. Примене, скажите. Так вы записываете, вот у вас есть из бумаги. Так вы пишете на каком-то черновике? Ну что за него же нет? Черновики. Но я же вижу там, что у вас почерпну. Поверьте, я передам, когда сообщения будут нормальные. Но я услышал, то что вы передаете, нет? Я передам, не переживайте. Вам костюм нужно будет? Конечно. Жалоба на инспектора дорожно-патрульной службы Суворова АВ. Не перепутал ничего? Нет, нет. При осуществлении административной процедуры в отношении по части 3.1 ст. 19.5 КОАПРФ инспектор ДПС осуществлял видеозапись, не предупредив об этом участники производства по делу административного правонарушения. Чем нарушил приказ номер 64, административный регламент, пункт 36 или 38. По-моему 38, если я не ошибаюсь. Смысл в том, что нарушили, вы административный регламент. Прошу провести проверку. У вас сойдется видеозапись? Да. Тоже уйдется? Да. Опять не предупреждаете? Все, я вас слышал. Ожидайте, я вам подведу, скажу. Так, а вы тогда хотя бы озвучите мне то, что я вам сказал. То, что... Не ознакомил вас, то есть то, что веду видеозапись. Верно? Ну, все. При осуществлении административной процедуры. По отношению по 3125. Сейчас я передам, к вам подведу, скажу. Хорошо? А не могу? Моженька заметная. Меня выгоняете? Я еще раз повторяю, я подведу к вам и скажу. Выгоняете меня? Я говорю, здесь не нужно сидеть. Выгоняете, не скажу, приехала, да? Да, попрошу. Попроси меня выйти, да? Это просьба или требование? Это просьба. Не нужно сидеть здесь. Ну, я просьбу вашу отполняю. Нужно выйти? Требование? Требование, да. Законное? Почему нет? Ну, потребуйте, да, от меня. Я послушаю. Ну, я говорю, выйдите из автомобиля. Ну, скажи, я требую выйти из автомобиля. Требую выйти из автомобиля. Все, я к вам подойду. Может, пока согреться? Положим. Положим? Да. Дайте палку, я... Я же с вас знаете, сколько выявлю. Заболеете, и все, минусы труднее. Мы с вами общались, может, представитесь, как это сделать? Пол ДП, сейтенантом Лид Шуколюбов. Шуколюбов. Пол ДП 35785. Еще раз записываю. 35785. 35785. Да. Ну, понятно. Все? Все. У вас к у меня вопросов какие-то есть? У меня нет, у вас. У меня нет тоже вроде бы. Всего доброго. Вы уезжаете? Да. Нужно, нужно, чтобы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok